Да, меня слышно? Добрый день! Лампочка у меня горит, и меня слышно, все в порядке. Просто сейчас надо немного подкрутить. Это хорошо, что вы все пришли, это хорошо, что вы все почему-то не разбежались после лекции Саши, а остались еще и на мою. Говорить мы сегодня будем о памяти. И память — это важная тема для любого человека, который интересуется когнитивными науками, потому что память — это такой хаб, это такой центральный узел, в котором пересекаются прямо все области изучения в когнитивных науках. Вот если мы представим себе когнитивные науки в виде такой большой-большой горы человеческого знания, когнитивными науками называют все науки, которые так или иначе изучают мозг. Кроме экспериментальной психологии и нейробиологии, там есть еще и науки, связанные с искусственным интеллектом и с тем, как системы, живые и неживые, могут принимать решения. Там есть и лингвистика, которая изучает процессы овладения языком, там есть даже немножко философии, но вот все-таки два главных кита, две главных науки, изучающие мозг и высшую нервную деятельность — это экспериментальная психология и нейробиология. Экспериментальная психология — это не совсем то же самое, что привычная нам психология. В привычной нам психологии вы лежите на кушеточке и рассказываете, что вас мама никогда не любила. Это хорошо, но цель такой психологии — она может быть более научной, менее научной, более контролируемой, в экспериментах менее контролируемой, но ее цель — просто помочь конкретному человеку. Она подбирает в каждом случае ту конкретную методику, которая подходит именно для этого человека. А экспериментальная психология, ее не очень интересует один испытуемый, потому что у нее этих испытуемых много. Это нормальная лабораторная наука, которая приводит много людей, набирает хорошие выборки, дает им какие-нибудь задания и таким образом выявляет некие общие принципы работы мышления, сознания, мозга, выявляет, как работает память, как работает внимание и так далее. С другой стороны, есть нейробиология. Нейробиология чаще всего работает в общении с людьми. Она работает с мышками, она работает с дрозофилами, она работает с червяками, она работает с улиточками, она работает с разными объектами, которых можно открыть и в пробирке посмотреть, как у них работают нейроны и что с этими нейронами делать, для того, чтобы у них в том числе, опять же, изменялись поведение, обучение и память. И эти две науки изучают по большому счету одно и то же. И в последние несколько десятилетий они начали перестукиваться через стеночку вот этого масштаба человеческого знания. И в некоторых местах они эту стеночку уже прокопали. И мы сегодня будем без тени кружить вокруг вот этой горы и смотреть, кто докуда докопался, и что мы можем из этого вынести для повседневной практики. Для того, чтобы говорить о чем-нибудь, всегда имеет смысл дать этому чему-нибудь определение. Так получилось, что экспериментальная психология современная выросла в огромной степени из бихевиоризма. Бихевиоризм был американским направлением середины 20 века в экспериментальной психологии. То есть есть экспериментальная психология, в рамках нее был бихевиоризм. Бихевиоризм стал в ней самым влиятельным. Из него выросла большая часть современной экспериментальной психологии, такая диалектика и развитие по спирали. И бихевиоризм, поинствующим образом, принципиально не интересовался тем, что происходит в мозге. Он принципиальным образом рассматривал мозг как черный ящик, как некую систему, которой вы подаете стимулы и которая выдает вам какую-то реакцию. И поэтому то определение обучения, которое выросло из бихевиоризма, в нем, в принципе, нет ничего про мозг. Тем не менее, оно очень хорошее. Обучение — это изменение поведения в результате освоения новой информации. Это определение замечательно тем, что его можно применять на самых разных уровнях организации нервной системы. С одной стороны, вы можете взять студента, дать ему прочитать Канта. Читая Канта, он будет проявлять некое поведение по чтению Канта, которое повлияет на его дальнейшее поведение. Он у вас потом придет на экзамен и скажет, что есть звездное небо над головой, есть моральный закон во мне, ему поставят за это пятерку. И таким образом мы видим, что произошло обучение, которое изменило его поведение, изменило то, что он говорит на экзамене, и изменило, что важно, эволюционную приспособленность этого студента и его шансы на выживание, на то, чтобы остаться в университете и не быть выгнанным, и не пойти в армию. С другой стороны, мы можем взять улиточку. Мы можем взять морского зайца, аплизио, и бить ее током в хвостик. И если мы будем бить ее током в хвостик, то улиточка у вас станет более нервной, и она начнет втягивать жабры в ответ на самые маленькие, самые несущественные стимулы. И с ней тоже произошло обучение, которое тоже привело к изменению ее поведения. С третьей стороны, мы можем взять простейшую систему из двух нервных клеток, между которыми есть один синапс. Мы можем на одну из этих нервных клеток подать подряд пару электрических импульсов, и после этого изменится на короткое время свойство синапса, он начнет лучше проводить сигналы. И следующая нервная клетка будет более интенсивно возбуждаться, получая сигналы от первой нервной клетки. И даже на этом уровне мы можем говорить о том, что произошло обучение, которое изменило поведение вот этой маленькой системы. И с этой точки зрения определение памяти становится вспомогательным. Память — это просто то, что произошло, то, что обеспечивает обучение, то, что позволило закодировать, сохранить, а потом воспроизвести ту информацию, которую получил ваш живой организм. И существует классическая схема того, как можно память классифицировать для ее обучения. Речь идет вот о чем. Сначала вокруг нас есть какой-то внешний мир. Потом, когда мы на этот внешний мир смотрим, у нас появляется сенсорная память. Это просто след. На сетчатке, если мы говорим о зрительной памяти, это просто очень короткое, сохраняющееся, там, хорошо, если секунду, впечатление о том, как выглядит окружающий мир, о том, как выглядит, например, эта аудитория. Дальше после этого какая-то часть воспринятого органами чувств переходит в кратковременную память. Кратковременная память или рабочая память – это то, куда попадает то, на что мы обратили внимание. Здесь есть некоторые сложности с определением, потому что вот в классической модели Аткинсона и Шифрина, которые предложили вот эту вот цепочку, это называлось кратковременной памятью. Сегодня примерно то же самое, более принято называть рабочей памятью. Существует огромное количество классификаций. Некоторые говорят, что рабочая память – это часть кратковременной, некоторые говорят, что кратковременная часть рабочей, в общем и целом сегодня в наибольшей степени принято считать, что когда вы решаете какую-то задачку, например, 28 плюс 6 равно 34, то кратковременная память — это то, в чем вы держите сами цифры 28 и 6, и то, что вы с ними должны сделать, то есть вы должны их сложить. А рабочая память — это более комплексный и более сложный процесс, в рамках которого вы можете оперировать с этими цифрами, то есть не просто удерживать их в голове, но и произвести над ними какое-то действие и получить результат. Но опять же некоторые исследователи памяти до сих пор используют слова кратковременные и рабочие как синонимы. В рабочей памяти вы некоторое время крутите ту информацию, которая туда попала, на которую вы обратили внимание, и после этого некоторая часть этой информации откладывается в вашей долговременной памяти и начинает участвовать в формировании вашей личности, в формировании ваших глобальных сохраняющихся представлений о мире. Важно здесь то, что мы воспринимаем далеко не все. Важно здесь то, что среди множества информации, на которую мы обратили внимание, только небольшая часть, достаточно длительное время сохраняется в этой области внимания и в кратковременной памяти для того, чтобы потом перейти в долговременную. То есть вот, допустим, это ваш ребенок, вы его повезли на море, он там на море строит замок вместе с какой-то подружкой. Вы видите всю эту картину целиком. Вы видите море, небо, девочку, мальчика, замок. Допустим, вы подошли смотреть, что именно мальчик делает с замком, и, может быть, вы ему советуете, как ему поровнее сделать стену, чтобы она меньше разрушалась от атмосферных явлений, и вы временно держите в рабочей памяти этот замок. Но на самом деле замок вам не очень важен, вы его забудете через 15 минут, а вам важен мальчик, потому что это ваш ребенок. И осенью, когда вы уже будете в ноябре сидеть, слушать ночные популярные лекции, вы будете помнить сам факт, что вы с вашим ребенком ходили на побережье, но при этом вы совершенно не будете помнить конкретную форму замка, потому что конкретная форма замка не важна. То есть то, что сохраняется в долговременной памяти, оно всегда и заведомо менее объемное, чем то, что было вообще. Тем не менее, в большинстве случаев для того, чтобы что-то попало в долговременную память, оно все-таки должно сначала пройти через кратковременное, все-таки должно в ней выкрутиться. И здесь мы упираемся в то обстоятельство, что кратковременная память очень ограничена. Она ограничена, с одной стороны, по времени, в которой вы сохраняете единицы информации. Вот я вам говорю, например, телефон, плюс семь, девять, два, шесть, один, три, пять, два, один, восемь, восемь. Прямо сейчас, если я вас переспрошу, вы сможете его повторить. Если я вас переспрошу через три минуты, вы уже не сможете его повторить. Если, конечно, вы не будете его крутить в памяти все это время изо всех сил, но и то в телефоне немножко слишком много цифр для того, чтобы его повторить. Существовало множество экспериментов для того, чтобы измерить объем рабочей памяти, понять, сколько единиц информации мы вообще можем в ней крутить. Кто помнит телефон? Вот Миллер в 1956 году выпустил классическую работу, которая называлась «Волшебное число семь плюс минус два». Он там сопоставил несколько экспериментов, в которых люди заучивали последовательности цифр, заучивали сочетание цветов, заучивали сочетание вкусов, мелодий и так далее. И у него получилось по тем экспериментам, которые он рассмотрел, что большинство людей способны запоминать около семи единиц информации и поддерживать их в своей кратковременной или рабочей памяти. Но слые языки говорили, что так получилось потому, что Миллер работал со студентами MIT, Гарварда и других хороших институтов, которые всю жизнь тренировались запоминать все, что угодно, а нормальные люди столько не запоминают. И, скажем, в более новых экспериментах Лака и Вогеля по зрительной памяти получалось вот как. Там была такая более контролируемая парадигма. Вы показываете испытуемому какую-то картинку, какие-то линии или какие-то квадраты, а потом вы показываете ему другую картинку, которая выглядит почти точно так же, и он должен заметить отличия. Он должен сказать, изменилось ли что-нибудь, изменился ли какой-нибудь цвет какого-нибудь квадрата или направление какой-нибудь палочки. И в таких экспериментах при такой схеме получалось, что надежная граница — это четыре элемента. Что четыре элемента все люди помнят и замечают изменения с вероятностью близкой к ста процентам, а когда элементов становится пять, то результаты ухудшаются, а когда шесть, то еще ухудшаются, а когда семь, то уже почти никуда не годятся, а когда восемь, то совсем плохие. Это с одной стороны. Но с другой стороны оказалось важным, что вы запоминаете элемент комплекса, что вы заметите отличие, если у вас были четыре однотонных квадрата, но вы с такой же вероятностью заметите отличие, если у вас были четыре пестреньких квадрата, и сам квадрат не изменился, но у него изменился, например, цвет внутренней стороны. Что объектов, скорее всего, примерно четыре у большинства людей, но при этом эти объекты могут быть комплексными. Вы можете запомнить четыре цифры, но вы также можете запомнить четыре слова. Хотя, в принципе, в каждом слове есть много букв и больше единиц информации. Более того, может оказаться, что четыре слова вам запомнить даже проще, потому что когда вы запоминаете четыре слова, вы можете каким-то образом опираться на долговременную память, вы можете каким-то образом формировать ассоциации через значение этих слов. И рабочую память можно развивать именно за счет того, чтобы тренировать ее опору на долговременную память применительно к конкретной задаче. Обычные эксперименты с памятью и вообще эксперименты в экспериментальной психологии делают на больших группах испытуемых. Это хорошо, потому что вы можете более или менее надежно сказать что-то об общих свойствах людей, а не об индивидуальной их изменчивости. Но это плохо, потому что вам сложно набрать большую группу для того, чтобы мучить ее долго. Если вы хотите мучить кого-то долго, то группа у вас будет маленькая. Вот, например, есть известные эксперименты Чейза, в которых участвовал один испытуемый. Чейз был научным руководителем, один испытуемый был его студентом, в детстве ему было особо некуда, в историю он вошел потенциалами СФ, и он приходил в лабораторию в течение полутора лет по два-три раза в неделю. В общей сложности 230 часов у него ушло на участие в эксперименте. Сложно найти много добровольцев для того, чтобы они 230 часов у вас участвовали в эксперименте, тем более, что эксперимент был довольно скучный. Вы называете человеку последовательность цифр 1, 4, 8, 6, 2. Повторите? Так, поскольку вы 1, 4, 6, 8, 2, поскольку вы сказали правильно, то последовательность увеличивается на одну цифру. 8, 6, 7, 9, 2, 3. Замечательно, поскольку вы сказали правильно, последовательность увеличивается на одну цифру. И так далее, и так далее. И вот этим он занимался в течение 230 часов. Но надо сказать, что как только последовательность цифр начинала превышать 7, как только она становилась 8, 9, 10, он начинал ошибаться. Каждый раз, когда он ошибался, она снова снижалась на одну цифру. И даже хотя он долгое время тренировался, в течение нескольких недель с отменой цифрой, все равно у него был результат где-то на уровне 10, 15, а после 15 практически перестал расти. А потом, внезапно, после 10 недели у него опять произошел взлет, он опять начал запоминать больше. А потом еще больше, а потом еще больше, а потом еще больше. И на исходе полутора лет тренировок он дошел до того, что он мог повторить последовательность из 80 цифр. Его расспрашивали, естественно, как он это сделал. Вероятно, студенту СФ оказалось это сделать проще, чем любому обычному человеку, потому что по счастливому совпадению он оказался фанатом спорта. Он оказался фанатом спорта, и он помнил очень много марафонских рекордов. Они все были для него важными, они все были для него осмысленными. То есть, когда ему говорили какую-то последовательность цифр, там, допустим, 3, 4, 9, 2, он не запоминал ее как 4 отдельных цифры 3, 4, 9, 2. Он запоминал ее как рекорд по бегу на одну милю. 3 минуты, 49 секунд и 2 десятых. И он помнил много разных таких последовательных цифр, и поэтому он все время выделял разные паттерны. Он все время в этой последовательности цифр выделял то марафонские рекорды, то еще какие-нибудь беговые рекорды, то какие-нибудь даты. То он иногда брал по 3 цифры и представлял их себе в виде возраста. Ему говорят, например, 8, 1, 9. Он представляет себе глубокого старика и то, насколько сложно этому глубокому старику бежать с соответствующий марафонский рекорд, на который он запоминал следующие цифры. И он формировал некоторую иерархию, то есть он создавал ассоциативные образы по ходу дела, пока у него звучала эта последовательность цифр. Он представлял себе вот этого старика, который бежит марафонский рекорд в таком-то году. То есть он брал несколько цифр с разными значениями, он группировал их в один образ, и это позволяло им устроить вот такую вот иерархическую схему, в которой он брал, например, 3 группы по 4 цифры, объединял их в супергруппу в какой-то образ, потом брал следующие 4 цифры, объединял их в еще одну супергруппу. И по большому счету авторы пишут, что в принципе-то объем рабочей памяти у него примерно так и остался, 5 с небольшим единиц. Просто каждая из этих единиц включала много-много-много цифр, потому что все они делались с упором на долговременную память. То есть он просто натренировался в режиме онлайн быстро-быстро переводить из кратковременной памяти в долговременную, то, что ему говорили, и потом из этой долговременной памяти вытаскивать обратно. И важно понимать, что эти удивительные результаты последовательности из 80 цифр была запомнена именно конкретно для цифр. Это не означает, что его рабочая память выросла для любой задачи. Если бы выдавали ему последовательность букв, то для последовательности букв у него не было бы таких же наработанных принципов, и она по-прежнему осталась бы очень маленькой. То есть люди, которые проявляют чудеса мнимоники, которые знают много хороших мнимотехник, они могут, правда, демонстрировать удивительные вещи, но, скорее всего, это не потому, что они принципиально отличаются от нас, а потому, что они очень целенаправленно прокачивают некоторый конкретный навык. И вообще известно, вообще вот эта парадигма, которая широко применяется в исследованиях памяти, что мы запоминаем то, в чем мы смогли опереться на какой-то предшествующий опыт. Существуют задания, в которых вам показывают последовательность слов и дают вам ответить на какой-то конкретный вопрос по поводу этих слов. Например, вам показывают слова «медведь», «собака», «кошка», «стулы», «машина», и вы должны каждый раз нажимать на кнопку, отвечать «живое» или «неживое». В другом варианте вам показывают последовательность слов и просят описать характеристики звука, характеристики того, как они звучат, например, рифмуются ли они со словом «мечта», «да» или «нет», вы нажимаете на кнопку. И третий вариант, когда вам вообще не нужно анализировать то, как они звучат и тем более, что они значат, когда вам нужно просто нажимать на кнопку в зависимости от того, написаны ли они большими буквами или написаны они маленькими буквами, прописными или срочными. При этом вам не дают задания их запоминать, вам просто дают задание отвечать, что вы можете сказать по поводу этих слов. После этого вам показывают эти же слова еще раз, перемешку с какими-то новыми, и вы должны каждый раз отвечать на вопрос, видели ли вы уже это слово или не видели вы это слово. И такая парадигма показывает надежно, что в том случае, если вы обдумывали значение слова, если вы обдумывали его хотя бы на уровне живое или неживое, то вы его потом узнаете. Если вам его заново показывают, вы помните, что это был медведь, что вы про медведя думали, живой он или неживой. Если вы думали, с чем он рифмуется, то вы легко ошибетесь, был ли это медведь, была ли это клеть, или было ли это что-нибудь еще. А если вы просто смотрели на большие или маленькие буквы, то тогда вы это слово не помните вообще, потому что вы вообще не обращали внимания на его смысл. Для того, чтобы запомнить, нужно обдумать значение, в противном случае запомнить не удается. И это то, как в принципе с точки зрения психологических экспериментов работает запоминание. У нас есть сенсорная память, в которой у нас больше всего, чем мы взяли в кратковременную или в рабочую. В кратковременную мы берем конкретно то, на что мы обратили внимание. Разные люди обращают внимание на разные вещи, разные люди поэтому немножко по-разному видят, немножко по-разному запоминают мир. Дальше из рабочей памяти в дуковременную переходит либо по прямому надежному шоссе то, что для нас очень важно. То, что кажется нам очень необычным, то, что вызывает у нас какие-то яркие, неожиданные ассоциации. Если я, например, сейчас задеру свитер, то вы это запомните, потому что это неожиданно и необычно. Или второй вариант, мы запоминаем то, что мы долго-долго думали, то, что мы повторяли, повторяли, повторяли и крутили. И дальше я расскажу, почему так получается, почему повторение настолько важно. Я рассказываю вам все это немножко, может быть, скучно, историю про кратковременную и долговременную память, про эту фундаментальную базовую классификацию, потому что она важна, потому что это очень прямой мостик к ней и биологии. Дело в том, что вот это разделение на кратковременную и долговременную память замечательно отражается, когда мы начинаем смотреть на память на уровне нейронов. Как еще в середине XX века выяснил нобелевский лауреат Эрик Кандель, кратковременная память — это временное усиление проводимости нейронных контуров, это временное усиление проводимости синапсов. А долговременная память — это анатомическая перестройка нейронных контуров, это анатомическое появление новых синапсов. Ему не сря дали Нобелевскую премию. Ему дали Нобелевскую премию за то, что он серьезно сосредоточился на новом подходе к изучению памяти, которым до этого мало кто занимался. До этого люди изучали память в таких психологических экспериментах. Они брали их в патрумах, давали им что-нибудь запоминать, пытались на этом основании сделать какие-то выводы о том, как работает память. Но это не было прямой дорогой к нейробиологии, потому что у человека 86 миллиардов нейронов. Это очень много. Вам очень сложно среди них идентифицировать те, которые каким-то образом отвечают за конкретные воспоминания. Канбель стал работать с аплизией, с морским зайцем, с морским моллюском, у которого он смог выделить систему из четырех нейронов, из четырех нервных клеток, которая при этом была способна к формированию воспоминаний, которая была способна к обучению. Что происходит? У вас есть аплизия. У аплизии есть хвостик. В хвостик вы можете бить ее током. Кроме этого, независимо от того, били ли вы аплизию током в хвостик или нет, у аплизии есть рефлекс втягивания жабр. У нее есть сифон. Это такая трубка, которая нужна для обмена водой между внешней средой и мантийной полостью. Сифон этот у нее выставлен наружу. Если вы аплизию чем-нибудь ударите в сифон, то она на всякий случай втянет жабра. Потому что жабры у нее хрупкие, и если здесь кто-то дерется и кусается, значит, нужно втянуть жабры на всякий случай, чтобы они не повредились. Но в нормальной ситуации аплизия ведет себя довольно спокойно. И если вы ее чуть-чуть аккуратно кисточкой заденете за сифон, то она жабры втягивать не станет. Потому что, ну, мало ли, травинка за дело, дело житейское, это не повод переставать временно осуществлять эффективный газообмен. Но в том случае, если вы аплизию напугаете, в том случае, если вы ее ударите током в хвостик, то некоторое время аплизия будет нервничать, и она будет в ответ на любой самый слабый стимул, самое слабое прикосновение к сифону втягивать жабры. Вот как это работает на уровне нейронов. Так, а у меня, кажется, есть... Сейчас найду красную кнопку. Да, замечательно, у меня есть красная кнопка. Смотрите, у аплизии есть сенсорный нейрон, чувствительный. Он получает сигнал от того, прикасается ли кто-нибудь к сифону. От этого сенсорного нейрона отправляется прямой сигнал на мотонейрон, который отправляет команду жабрам втянуться. Но при этом, если вы один раз легонечко прикоснулись к сифону, то пошел всего один импульс через сенсорный нейрон на моторный, и этого одного импульса будет недостаточно для того, чтобы моторный нейрон активировался, для того, чтобы у него деполяризация дошла до критического порога, чтобы он отправил потенциал действия, чтобы он отправил на мышцы команду. Он отправит на мышцы команду в том случае, если пришло много импульсов. Если вы сильно ударите по сифону, сильно его крещените чем-нибудь, то тогда этот сенсорный нейрон начнет очень интенсивно пульсировать. Вообще нейроны общаются друг с другом с помощью частоты импульсации в первую очередь. Он начнет говорить «тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр». И этого будет достаточно для того, чтобы моторный нейрон возбудился и для того, чтобы моторный нейрон дал команду на втягивание жабр. Кроме этого, у нее есть два нейрона, которые выполняют регулирующую функцию в этой системе. Здесь есть чувствительный нейрон, который анализирует, что происходит на хвостике. И здесь есть один вставочный нейрон, который учитывает информацию от того, что происходит на хвостике, и передает ее дальше по ходу вот этой системы из четырех нейронов. Если бы стукнули улитку током в хвостик, бы возбудили этот ее сенсорный нейрон. Он отправил команду на интернейрон. А интернейрон, в свою очередь, отправил команду вот сюда, на место контакта между сенсорным нейроном и мотонейроном. Команда выражается в виде серотонина, который выделяется вот здесь, из вот этого синапса. И этот серотонин приводит вот здесь, на синапсе, к некоторым биохимическим процессам, к тому, что на этом синапсе запускается длинный молекулярный каскад с участием циклического динозинмонофосфата и других соединений. Этот каскад приводит к тому, что появляются протеинки НАЗАА. А это протеинки НАЗАА, в свою очередь, приводят к тому, что временно увеличивается проводимость вот между этими двумя нейронами, между сенсорным нейроном и мотонейроном. И теперь меньшего количества сигналов, пришедших с сенсорного нейрона, временно оказывается достаточно для того, чтобы отдать команду на моторный нейрон. Так у улиточки формируется кратковременная память. Улиточка в течение нескольких минут под действием вот этого биохимического каскада будет обладать большей проводимостью вот этого синаптического контакта и будет более охотно втягивать жабры в ответ на раздражение хвостика. В том случае, если вы будете бить улиточку током в хвостик долго, здесь пойдет много сигналов. Вот этот центр нейрон будет много-много-много раз выделять серотонин. Он будет выделять серотонин, серотонин будет приводить к появлению протеинки НАЗА, и это будет происходить уже не только на синапсе, это будет происходить еще и вот здесь, в теле сенсорного нейрона. И если вы будете это делать много раз, то в конце концов здесь в теле сенсорного нейрона накопится настолько много протеинки НАЗА, что она сможет подействовать на ядро, и она сможет запустить считывание новых кенов, которые приведет к синтезу новых белков, которые приведет к росту новых синапсов. Это все приведет к тому, что у вас станет больше синапсов между сенсорным нейроном и мотонейроном, и поэтому любой сигнал, который будет поступать на мотонейрон, будет более интенсивным. Извините, любой сигнал, который будет поступать на сенсорный нейрон от сифона, будет приводить к тому, что он будет более интенсивно возбуждать мотонейрон, и улитка будет длительное время, улитка будет несколько часов или несколько дней помнить о том, что если к ней прикоснулись к сифону, значит, ей нужно втянуть джабры. Можно ли говорить о том, что она помнит? Головной мозг здесь, как видите, вообще не задействован. Не то, чтобы у нее вообще был в настоящем нашем понимании головной мозг. На самом деле у нее, конечно, гораздо больше нейронов, чем четыре, но все-таки не очень много, несколько тысяч у разных видов моллюсков по-разному, несколько десятков тысяч, несколько сотен тысяч, все равно намного меньше, чем у человека. Но, тем не менее, здесь произошло обучение, и Кандель показал, что вы можете вообще не бить улитку живую током в хвостик, он показал, что вы можете просто капать из стипетки серотонин или просто добавлять протеин киназу А, это будет приводить к точно таким же поведенческим эффектам. То есть нейробиологи до сих пор много работают с конкретно этим видом моллюсков, с ними удобно работать, у них не очень много нейронов, эти нейроны хорошо изучены, они достаточно крупные, чтобы с ними можно было работать в пробирке. И в случае с Маркин-Зайцем важно, что не очень понятно, где проходит граница между живым и неживым. Потому что, когда вы бьете улитку током в хвостик, она нервничает и втягивает жабры, она совершенно точно живая, она совершенно точно обучается. Когда вы эти нейроны из нее достаете, они у вас лежат в пробирке на питательной среде, они могут делать то же самое. Вы можете точно так же подавать электрический импульс, точно так же это будет приводить к увеличению проводимости вот здесь вот между бывшим сенсорным и бывшим моторным нейроном, даже если они уже не присоединены ни к какому сифону и ни к каким жабрам. Вы можете перестать бить их током, вы можете поливать их химическими веществами, поливать их самими нейромедиаторами, и у них точно так же будет происходить вот это усиление сигнала. То есть в случае с вот такими системами, которые изучают в пробирках, сложно понять, где кончается живое, где начинается не очень живое. Но в любом случае важно то, что вот эти принципы, что кратковременная память – это усиление проводимости в каком-то нейроне, долговременная память – это усиление количества нейронов, что эти принципы работают много где, и принципиально эти принципы работают и в млекопитающих, и в человеке, и в ком угодно. Здесь я хочу рассказать про еще один молекулярный механизм, связанный с рецепторами NMDA. Люди склонны верить в приметы, в совпадения, люди склонны формировать ритуалы, люди склонны трогать нос коту, который стоит на площади. Все это очень по-человечески, и в принципе все это характерно для любого существа с нервной системой, потому что нервная система конструктивно устроена таким образом, что она склонна запоминать связи между событиями, происходящими одновременно. Если какие-то два события происходят одновременно, нервная система склонна считать, что они связаны. Склонна считать, что они связаны прямо причинно-следственной связи. Это происходит благодаря тому, что так она устроена на молекулярном уровне. Вот это здесь синапс нарисован, контакт между двумя нейронами. Вот здесь вверх высоко-высоко-высоко-высоко идет один нейрон. Вот здесь вниз, низко-низко-низко, до самых секретных подвалов атомной электростанции идет второй нейрон. И вот они могут каким-то образом общаться. В классической ситуации это происходит так. На первый нейрон пришел импульс, выделились нейромедиаторы, в данном случае глутамат. Нейромедиаторы подействовали на рецептор. Например, рецепторы — это часто каналы, которые умеют пропускать какие-нибудь ионы. Например, нейромедиатор связался с этим рецептором, после этого канал открылся, через канал пошел натрий, в свою очередь произошла деполяризация этого следующего нейрона, он в свою очередь передал дальше потенциал действия. Так происходит с нормальными рецепторами, с нормальными нейронами, с тем, что мы делаем постоянно. Но есть один совершенно особенный рецептор, который называется NMDA. Он особенный потому, что на него не подействует сигнал, пришедший только с одной стороны. Этот рецептор способен активироваться только в том случае, если сигнал на него пришел с двух сторон одновременно. С одной стороны, ему нужен сигнал от верхнего нейрона, ему нужно, чтобы выделился нейромедиатор, и чтобы нейромедиатор сел на вот этот рецептор. С другой стороны, в нормальной ситуации этот рецептор всегда заткнут ионом магния. Это канал тоже, и этот канал просто физически заткнут. Там ион магния находится, мешает чему бы то ни было через этот рецептор проходить. Этот ион магния выпадает только в том случае, если вот этот нижний нейрон уже сейчас возбужден. Если на него уже от каких-то других нейронов с других сторон пришли сигналы, у него произошла деполяризация мембраны, в этом случае канал становится проницаемым и может начать что-нибудь через себя пропускать в том случае, если на него подействовали еще и с другой стороны. Теперь представьте себе ситуацию. У нас есть, например, у вас есть возлюбленный, и вы с этим возлюбленным ходите на свидания в кафе, в бильярд, куда-нибудь еще, а тем временем в моде какая-нибудь песня. Какая песня сегодня в моде? Тает лед. Хорошо. В это время в моде песня «Тает лед», и она играет в каждом кафе, куда вы приходите. И с одной стороны у вас активирована какая-то нейронная сеть, вот она сюда идет высоко-высоко, которая отвечает за восприятие вашего возлюбленного или вашей возлюбленной. Она активна, когда вы видите этого человека, она настроена на то, чтобы его искать, на него реагировать. С другой стороны у вас от слуховой коры откуда-то приходит сигнал, пропестно тает лед. И он приходит на вот эту нейронную сеть. А где-то между ними, потому что в мозге вообще довольно много всего, довольно много с чем взаимосвязано, где-то есть между ними контакт. Между нейронной сетью, отвечающей за возлюбленного, и нейронной сетью, отвечающей за песня «Тает лед». И сигнал приходит одновременно о том, что есть возлюбленный, и о том, что есть песня «Тает лед». И сигнал о том, что есть возлюбленный, приходит здесь к выбросу нейромедиатора, а сигнал о том, что звучит песня «Тает лед», приводит здесь к тому, что происходит изменение поляризации мембраны, открывается канал, начинает проводить ионы кальция. А что происходит, когда он начинает проводить ионы кальция? Эти ионы кальция проникают внутрь и запускают здесь длинный, сложный молекулярный каскад с воплечением разных протеинки, нас, таких же, как мы упоминали на предыдущем слайде, с использованием вторичных мессенджеров. И все это приводит к тому, что в конце концов сигнал доходит до ядра, в ядре запускает синтез новых белков, а этот синтез новых белков приводит к росту новых синапсов. Ваш мозг полагает, что если эти две сети постоянно активируются одновременно, то значит, наверное, важно запомнить, что между ними есть какая-то связь. И он формирует более прочную связь между той сетью, которая отвечала за восприятие возлюбленного, и той сетью, которая отвечала за восприятие песни. И теперь более слабого возбуждения достаточно того, чтобы возбуждение одной из этих сетей привело к ассоциативному возбуждению другой из этих сетей. То есть дальше, через пять лет, когда вы уже расстанетесь с этим возлюбленным, и вдруг внезапно услышите все равно где-то песню «Тает лед», вы про него вспомните. Вы сами даже можете не осознать, вы удивитесь, может быть, но внезапно вам придет в голову этот человек, потому что если синапсов много между какими-то нейронными сетями, то им проще отправить возбуждение. Обычно нейрон не возбуждается, когда он получил всего один сигнал, потому что это может быть шум, это может быть помеха, это может быть ошибка. Обычно нейрон возбуждается, когда он получил много сигналов, и чем более проторенная дорога, тем выше вероятность совместного возбуждения. В принципе, формирование любого человеческого навыка – это история про то, что нейронному сигналу, сигналу, возбуждению стало проще пойти по одному пути, чем по другому. Когда вы сначала учитесь вводить машину с механической кропкой передач, то вашему мозгу совершенно все равно, как посылать сигналы на руку. Вам все равно переключать с первой передачи на вторую через нейтраль или переключать сразу на четвертую. Вы можете научиться любому из этих навыков. Но в тот момент, когда вы уже привыкли, что после первой идет вторая, после второй, третья, после третьей, четвертая, вам намного проще переключать передачи таким образом, чем переключать их каким-нибудь другим. Если вам дать машину, где кропка передач устроена как-то по-другому, то вам будет гораздо сложнее, потому что у вас уже есть проторенная дорожка, и импульсы склонны идти именно по этой дорожке. И действительно, когда мы начинаем чему-то учиться, то мозг можно сравнить с таким пустым, заросшим травой полем. Но когда мы учимся, это означает, что мы заставляем активироваться какие-то наши нейронные сети, мы гоняем по ним туда-сюда нервные импульсы, и это приводит к протаптыванию дорожек. На вот этом заросшем поле сначала появляется тропинка, потом вы по ней еще и еще гоняете электрические импульсы, она становится грунтовой дорогой, потом вы по ней еще и еще гоняете электрические импульсы, в ней снова и снова растут от этого новые синапсы. Это приводит к тому, что она становится трехполосным шоссе, и когда она уже стала трехполосным шоссе, вам очень сложно думать каким-то другим образом, и у вас анатомически изменился мозг. И действительно, существует большое количество экспериментов на людях, которые показывают, что обучение анатомически меняет мозг. Самый известный это эксперимент с лондонскими таксистами. Дело в том, что в Лондоне довольно сложно стать таксистом. До самого недавнего времени, точно не знаю, как сейчас, но еще буквально несколько лет назад, вы во время экзамена не имели права пользоваться GPS. Вот если вы хотели стать настоящим лицензированным таксистом, который водит вот эти черные кэбы, которые в кино показывают, то вы должны были сдать экзамен, в котором вам говорили доехать из точки А в точку Б, и вы должны были выстроить оптимальный маршрут без использования навигатора. То есть вы должны помнить все 2500 улиц в центральном Лондоне, вы должны помнить, где одностороннее движение, где парковка запрещена, где поворот запрещен. И на основании этого выстраивать оптимальный маршрут, это требует длительного и сложного обучения. И люди для того, чтобы стать таксистами, они ходят на курсы в течение нескольких месяцев для того, чтобы получить лицензию. И что было сделано? Набрали три группы людей. Точнее, сначала набрали две группы людей. Одна группа людей – это люди, которые собирались становиться таксистами, а вторая группа людей – это люди, которые не собирались становиться таксистами, и у них была какая-то совершенно другая работа. Всем этим людям сделали томограмму, и на томограмме обратили внимание на строение гиппокампа. Гиппокамп — это зона мозга, связанная с памятью, и связанная, в частности, с пространственной памятью, с пространственным мышлением, с тем, чтобы запоминать какие-нибудь карты. Вот премию Нобелевскую за клетки места несколько лет назад дали, вот они как раз в гиппокампе находятся, и вокруг него в парогипокампальной коре. И после того, как люди начали ходить на курсы, получилось, что у вас есть уже три экспериментальных группы. У вас есть люди, которые хотели стать таксистами и стали таксистами, сдали экзамен. У вас есть люди, которые сначала хотели стать таксистами, но потом передумали, отказались, не пошли сдавать экзамен. И у вас есть люди, которые с самого начала не собирались стать таксистами и так и не стали таксистами. И через 18 месяцев вы делаете им еще одну томограмму, и вы видите, что у тех, кто не хотел стать таксистами и не стал таксистами, у них ничего на томограмме не изменилось, как было, так и осталось. У тех, кто хотел стать таксистами, но не стал таксистами, у них тоже ничего в мозге не изменилось. А вот у тех, кто собирался стать таксистами и закончил курсы, и действительно стал таксистом и получил лицензию, у них объем серого вещества в гиппокампе увеличился на треть. И треть – это на самом деле дофига, треть – это очень много. То есть, когда мы пытаемся находить какие-нибудь врожденные отличия между какими-нибудь группами людей, самое большее, что мы находим, что у мужчин и женщин объем мозга отличается на 10%, просто в силу того, на самом деле, что у мужчин больше тела, и поэтому им требуется больше клеток для того, чтобы контролировать все это тело. Но все равно 10% – это максимум того, что можно найти из-за отличий более или менее заданных природой, а вот отличия, определяющиеся с помощью обучения, они могут быть гораздо больше, они могут быть на треть в том месте, которое вам нужно для обучения. Но здесь возникает постоянная проблема с томографическими исследованиями, с тем, что всегда сложно быть уверенными в том, где причина, а где следствие, как устроена причинно-следственная связь. Потому что, может быть, люди учили карту, и у них от этого увеличился гиппокамп, и они смогли стать таксистами, а те, кто не учил карту, у тех не увеличился гиппокамп, они не стали таксистами. Но с другой стороны, что если те люди, которые стали таксистами, они как-то просто природно предрасположены лучше к тому, чтобы у них увеличивался гиппокамп, и именно это позволило им стать таксистами? Но на самом деле вряд ли, потому что тогда мы бы ожидали, что и в той группе, которая контрольная, тоже были какие-то люди, у которых тоже внезапно по волшебству начинают расти гиппокамп, потому что это же не единственная задача на пространственное мышление, с которой люди сталкиваются строить карту. Но тем не менее, действительно, проблема в том, что корреляция есть, значит, причина следственной связи не так понятна. Исследование с причиной следственной связью делать намного сложнее, тем не менее, такие исследования тоже иногда проводятся. Вот, например, исследование шведское про выращивание военных шпионов. У вас люди приходят по контракту в армию. Вы готовите из людей военных переводчиков, ну, прямо скажем, будущих шпионов. Люди у вас начинают с нуля учить языки вероятного противника. Вероятный противник – это у одной группы был арабский язык, у другой группы был персидский язык, у третьей группы был русский язык. Они их все учат с нуля, и они служат в армии, то есть у них строгая военная дисциплина. Они в 8 утра встают, начинают ботать, сидят на занятиях, делают домашку. Кто не сделал домашку, тот в карцер. И очень строго, очень серьезно они учатся в течение нескольких месяцев. В качестве контрольной группы выступали студенты-медики, студенты-нейробиологи. У них тоже жизнь довольно сложная. Они, говорю по опыту, тоже довольно много всего учат. Тем не менее, в карцер их не сажают за это. И учат они не языки, а вот эти люди учили языки. И в общем и целом, и раньше предполагалось, ну, в общем, было даже известно, что нижняя лобная извилина связана с изучением языков, но здесь были те же самые проблемы с причинно-следственной связью. Мы знаем, мы знали из предыдущих исследований, что нижняя лобная извилина толще у тех, кто выучил иностранный язык, чем у тех, кто не выучил иностранный язык. Но опять же мы не знаем, может быть, они выучили язык, и у них от этого стала толще нижняя лобная извилина. А может быть, у них от природы была толще нижняя лобная извилина, и от этого им было легче выучить иностранный язык. А может быть, вообще они в детстве любили черешню, и из-за этого произошло два независимых средствия. С одной стороны, у них стала толще нижняя лобная извилина, а с другой стороны, у них выучился иностранный язык. мы можем сравнить. Мы можем набрать группы людей, сделать им томограмму, потом посмотреть, как одни люди будут учить иностранный язык, другие не будут, и увидеть, что действительно у тех, у кого, кто не учил иностранный язык, у них ничего не изменилось в нижней лобной извилине, а у тех, кто учил иностранный язык, у них стала больше нижняя лобная извилина. И, кроме того, стали больше еще два участка, которые тоже ассоциируются с изучением языка. Это у них была средняя лобная извилина и верхняя височная свильна. И кроме того, у них увеличилась плотность серого вещества в гиппокампе, опять же. Гиппокампы, в нем новые клетки появляются всегда, когда вы что-то учите, причем не только новые синапсы, но и именно новые клетки. Хотя говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, для большинства отделов мозга это так, но в гиппокампе новые клетки появляются могут, если хорошие новости. Еще третий пример, на самом деле таких примеров много, вот здесь просто некоторые наглядные. Третий пример про людей, которых учат жонглировать. Если людей учат жонглировать, делать им томограмму до и томограмму после, то у них действительно увеличивается плотность серого вещества, увеличивается толщина коры в тех участках, которые связаны с моторно-зрительной координацией, то есть с тем, чтобы видеть, куда полетел мячик, и его поймать. Если потом они перестают заниматься, то у них кора по-прежнему остается толще, чем если бы они вообще не учились, но все-таки становится тоньше, чем в тот момент, когда они были на пике формы. У этого исследования, кстати, оно было на 20-летних людях, у 20-летних людей хорошо и быстро росла кора. Там потом было продолжение на 60-летних людях, которых тоже учились с нуля жонглировать. У них толщина коры увеличивается медленнее, но все-таки тоже увеличивается. То есть способность мозга к обучению, к формированию новых нейронных связей, к анатомическим изменениям, она с возрастом никуда не девается. Здесь я вас плавно подвожу к тому, что вот мы говорили, что есть чисто психологические исследования, когда вас заставляют учить набор каких-то цифр, смотрите, сколько вы их запомнили. Есть нейробиологические исследования, когда у вас улиточка, и вы ее бьете током в хвостик. А интереснее всего, когда у вас есть одновременно и то, и другое. Когда, с одной стороны, вы можете изучать какие-то изменения в поведении, в обучении, в навыках, а с другой стороны, у вас есть понимание того, что при этом произошло в мозге. Нужно сказать, что нейробиология очень многим обязана больным людям, в частности, очень многим обязаны людям с эпилепсией. Люди с эпилепсией – это очень важный источник понимания того, как работает мозг, потому что в наше время людям с эпилепсией редко требуется хирургическое лечение, поскольку появились более или менее хорошие лекарства, которые позволяют ее контролировать. А в середине 20 века хороших лекарств не было, и поэтому достаточно распространенно в постпом лечения эпилепсии, в том случае, если она не реагировала на те лекарства, которые тогда были, были нейрохирургические операции. Вам делают электроэнцефилограмму, ждут, когда у вас случится какая-то судорожная активность, по электроэнцефилограмме приблизительно рассчитывают, где она примерно может находиться, эта судорожная активность, где примерно она возникает, где примерно у вас эпилептический очаг. Потом разрезают вам череп. Великий новатор Уайдер Пенфилд, когда разрезал человеку мозг, когда разрезал человеку череп, он там прямо электродами стимулировал конкретные зоны мозга для того, чтобы очень точно установить эпилептический очаг. За счет этого многое узнал о функциях разных отделов коры. Некоторые люди действовали не так точно. Вот 1953 год был примечателен для истории человечества не только тем, что умер Сталин, но еще и тем, что была проведена операция пациенту Эчем. Пациенту Эчем было 27 лет, у него были тяжелые эпилептические припадки. Было установлено, что они связаны с височной корой, с медиальной височной корой и с структурами, которые находятся там внизу, глубже коры, и ему удалили довольно большой участок мозга. Ему удалили гиппокамп с обеих сторон, удалили большой кусок амигдала, удалили большой кусок парагипокампальной коры. Хорошая новость в том, что эпилепсия у него прошла. В остальном, зачем были нужны эти зоны мозга, в тот момент имели довольно смутное представление, не очень понимали, чего ожидать, что изменится, что не изменится. Когда пациент, он был известен долгое время под энденциалами Эчем, сейчас он уже умер, поэтому известно его имя Генри Моллесон. Когда он пришел к нему, пришел врач, познакомился с ним, Генри сказал, «Да, здравствуйте, вы были мой хирург, как прошла операция, все ли хорошо?» Врач вместе с коллегами провел ему серию тестов, радостно убедился, что интеллект не нарушен, что Генри с любыми тестами на рабочую память и так далее справляется хорошо, и вроде бы операция прошла замечательно. Врач ушел из палаты, на следующий день тот же самый врач зашел еще раз. Генри ему сказал, «Здравствуйте, а вы, наверное, мой врач, у меня вчера была операция, да, как все прошло?» Вечером того же дня врач зашел еще раз. Генри ему сказал, «Здравствуйте, а вы, наверное, мой врач, у меня вчера была операция, да, как все прошло?» Через два дня врач зашел еще раз. Генри сказал ему, «Здравствуйте, а вы, мой врач, у меня вчера была операция, да, как все прошло?» То есть у Генри в результате удаления гиппокампа Исчезла способность к формированию новой декларативной памяти. Исчезла способность к формированию новых воспоминаний, к переводу воспоминаний из косковременной памяти в долговременную. Он помнил все, что с ним происходило до операции. Все факты, которые он выучил, всю свою автобиографию, все, что было в учебниках, все, что было в колледже, настолько, насколько мы все это помним. Он помнил в течение 10-15 минут все эти текущие задачи, над которыми он работал. То есть если вы 10 минут обсуждали погоду, то он помнил, что вы обсуждали погоду. Если вы через 2 минуты его спросите, обсуждали ли вы погоду, он вам скажет, что вы обсуждали погоду. Но все, что дольше 15 минут, у него не записывалось. Если вы вышли и через 15 минут вернулись и спросили про погоду, то он с энтузиазмом обсуждал ее с вами точно так же, как первый раз. Он не помнил, кто вы такой, обсуждали ли вы с вами в основном погоду раньше, до этого или нет. Так выяснили, что гиппокамп нужен для формирования долговременной памяти, для перевода воспоминаний каковременной памяти в долговременную. Но понятно, что не только на Генри, понятно, что был еще ряд пациентов с разными повреждениями гиппокампа, но выяснили, кроме того, не только это, а выяснили еще и то, что память имеет смысл классифицировать на декларативную, то есть память о фактах, память о фактах, которые можно описать словами, которые можно сформулировать о том, что операция произошла в 1953 году, о том, что его зовут Генри Молейсон и так далее. А кроме этого есть еще и имплицитная память. Имплицитная память – это память о вещах, которые довольно сложно описать словами. Это, например, память о том, как кататься на велосипеде. Вам довольно сложно дать человеку хорошую вербальную инструкцию о том, как кататься на велосипеде, так чтобы он пошел и сразу обладал умением кататься на велосипеде. Здесь все-таки надо пробовать. Для моторных навыков любых надо пробовать. Даже водить машину вы не научитесь, так же, как водить велосипед, если вы не будете практиковаться на настоящей машине. И многое из того, чему вы учитесь во время приобретения моторного навыка, словами вообще никак не сформулировать. И вот выяснилось, что вот эта имплицитная память у Генри Мойлсона не была нарушена. Это проверяли, например, с помощью задания по рисованию разных фигур в зеркальном отражении. То есть вы должны срисовать какую-то фигуру, при этом вы не видите свою руку, а видите только ее зеркальное отражение. Это сложно. Это так же сложно, как рисовать, например, фигуру, пытаясь сразу представить, что она в зеркальном отражении. Это сразу никому не дается. Но этот навык можно натренировать. Генри приходил каждый день рисовать фигуру в зеркальном отражении. Каждый день говорил, что это очень сложно, я никогда этого не делал, у меня этого никогда не получится. В первые дни оказывался прав. Правда, он этого никогда не делал, у него это не получалось. В следующие дни ему врач говорил, что попробуйте хотя бы. Генри пробовал и говорил, ой, ничего себе, как это просто, у меня с первого раза получилось, какой же я крутой. В общем, жизнь Генри была хороша, если не считать того, что он прожил до 2008 года, а операцию ему сделали в 27 лет, в 53-м, и он подходил к зеркалу, будучи уверенным, что ему 27 лет, что ему вчера сделали операцию, что у него впереди прекрасная жизнь. В зеркале он видел глубокого старика, хорошая новость в том, что он забывал об этом через 15 минут. И еще важно, что у Генри сохранились все те воспоминания, которые он успел приобрести до того момента, когда ему сделали операцию. Если вы спросите, какую зону мозга можно удалить для того, чтобы потерялись существующие воспоминания, то однозначного ответа не будет. Похоже, что воспоминания о любом конкретном факте распределены по коре, хранятся сразу во многих отделах одновременно. И что разные аспекты одного и того же воспоминания могут храниться в совершенно разных областях коры. Это заподозрили еще в 20-е годы во время опытов на мышках, когда мышек или крысы в разных опытах по-разному учили ходить через лабиринт и искали, где у них можно удалить кусок коры для того, чтобы они разучились ходить через лабиринт. И показали, что в общем и целом вопрос вообще не в том, где удалять кору, вопрос в том, какую часть коры удалять. Если вы научили мышку сложному лабиринту, вы можете удалить четверть коры, и ей после этого будет сложнее ходить по этому лабиринту, но на память о простом лабиринте это не повлияет. Если вы научили мышку простому лабиринту, вам нужно удалить ей уже половину коры или три четверти коры, и тогда она забудет, и при этом не очень важно, какую конкретную четверть вы удаляете, а какую конкретную четверть вы оставляете. Здесь вопрос скорее в массе. И похоже, что несмотря на то, что воспоминание где-то, конечно, хранится, но оно хранится распределенным образом, и разные параметры объекта могут храниться в разных местах. И последнее, новые томографические исследования показывают, что воспоминания очень похожи на то, как если бы вы заново переживали этот опыт. Что, например, вы можете посмотреть на картинку со стулом. Можно найти, какие конкретно зоны, например, зрительной коры у вас активируются при виде стула, какие конкретно нейроны, связанные там даже просто с линиями, характеризующими стул прямыми, диагональными и так далее. Дальше, если вы будете сидеть и представлять себе стул, вспоминать стул, то среди прочего у вас на томографии будет видна активность в тех же самых областях зрительной коры, которые нужны для того, чтобы посмотреть на стул. Аналогичным образом у вас, если вы хотите управлять отверткой, у вас активируется моторная кора, которая управляет движениями кисти, но та же самая моторная кора у вас активируется, если вы просто думаете об отвертке. Это исследуется большим количеством разных методов. Там есть методы, связанные с томографическими исследованиями, там есть методы, связанные с транскрениальной магнитной стимуляцией. То есть вы знаете, что если поднести катушку транскрениальному магнитному стимулятору к моторной коре, отправить импульс, то человек дернет рукой на противоположной стороне, потому что там управление крест на крест, правая полушария управляет левой рукой, левая управляет правой рукой. Вы дернете рукой, вы ничего не сможете с этим сделать, но при этом можно подобрать интенсивность импульса от транскраниального магнитного стимулятора, который уже будет вызывать у вас мышечное сокращение. И вот эта интенсивность отличается в зависимости от того, о чем вы думаете. Если вы в этот момент и так уже думаете о том, как будто бы вы двигаете рукой, или если вы в этот момент просто думаете об инструменте, которым пользуются с помощью руки, то вам понадобится меньше интенсивность импульса для того, чтобы вызвать вот это мышечное сокращение, потому что эта зона коры и так уже более активна. То есть похоже, что воспоминания в значительной степени работают в мозге как воспроизводство того же самого опыта, как новая активация тех самых участков коры, которые были задействованы в тот момент, когда вы переживали этот опыт, что в общем и целом логично, там стали прочнее нейронные связи. При этом ни в коем случае не надо думать, что у вас нет конкретных клеток для конкретного воспоминания. Конкретные клетки для конкретных воспоминаний, по-видимому, есть. Просто, во-первых, эта система динамическая, и какая-то условно одна и та же клетка может в одни дни заниматься одним воспоминанием, потом ее функция может измениться, на нее может перезаписаться другое воспоминание. С другой стороны, таких клеток много, и они распределены по всему мозгу, и сложно их все выделить и найти. Но иногда их удается выделить и найти просто случайным образом в результате случайной удачи. Так было вот в этой знаменитой работе 15-го года к фироге и его коллег. Это тоже была история при лечении эпилепсии. Сегодня лечение эпилепсии обычно проводится с помощью лекарств, но иногда лекарства не помогают, и людям опять делают нейрологические операции. Сейчас, конечно, их делают не так, как в 1953 году, когда открывали мозг и вырезали, вот просто все попало, что, как они считали, было задействовано в воспроизводстве эпилептического очага. Сегодня это делают очень аккуратным, то есть человеку вживляют много-много микроэлектродов в разные участки коры, вокруг того подозреваемого очага, посылают на них маленькие импульсы, смотрят, появилась ли какая-то судорожная активность, для того, чтобы очень точно локализовать участок, который пророждает эпилептический припадок, и не вырезать буквально ни одного лишнего нейрона. Но хорошая новость с этими микроэлектродами в том, что в них можно сигнал передавать в оба направления. То есть, с одной стороны, вы можете на этот микроэлектрод отправить маленький импульс, вызвать активность нейронам и посмотреть, связанность с эпилепсией или нет, а с другой стороны, вы можете наоборот поставить записывающее оборудование, и когда у вашего нейрона есть какая-нибудь собственная активность, он живой, он действующий, то вы можете получать этот сигнал, записывать его на компьютере, смотреть, есть сигнал или нет, активен нейрон или нет. И вот эти исследователи, они в течение нескольких лет набирали людей, которым предстояла операция по лечению эпилепсии, и у которых, как предполагалось, эпилептический очаг локализовался где-то в районе гиппокампа. И этим людям, так или иначе, все равно вскрывали мозг, все равно вживляли электроды туда глубоков киппокамп, для того, чтобы находить, какую конкретную его часть удалять. И исследователи им говорили, скажите, а вы не против, если мы с вами еще поведенческие опыты проведем до операции? Довольно неразумно отказывать тем, кто будет делать тебе нейрологическую операцию, и пациенты соглашались. И было вот что. В тот момент, когда им уже вживили электроды, им показывали много-много картинок, много-много фотографий, каких-нибудь объектов, которые были этим людям знакомы. Им показывали фотографии актеров, которых они знали, фотографии достопримечательностей, которые они видели, просто какие-то объекты из реальной жизни, там, кресла, медведя, что-нибудь еще. И смотрели, не повезет ли случайно. И в некоторых случаях случайно везло. В некоторых случаях оказывалось, что совершенно случайно этому конкретному пациенту вставили электрод конкретно в тот нейрон, который связан с узнаванием конкретно этой картинки, увиденной на мониторе. Конкретно на эту картинку вдруг реагируют импульсами бешеной электрической активности. В частности, у одного пациента нашли нейроны Дженнифер Энистон. Нейроны Дженнифер Энистон активировались каждый раз, когда на экране компьютера появлялась фотография Дженнифер Энистон, и при этом не активировались в тех случаях, когда это были какие-то другие фотографии каких-нибудь других женщин. Вот здесь импульсы есть, вот здесь другие какие-то люди, другие какие-то объекты, импульсов нет. Более того, они активировались только тогда, когда видели только одну Дженнифер Энистон. Это такая актриса, она играла в сериале «Друзья», и еще у нее был байфрендом Брэд Питт, и эти нейроны не активировались в том случае, если Дженнифер Энистон показывали вместе с Брэдом Питтом. Они отвечают только за Дженнифер Энистон лично. С другим человеком повезло по-другому, у него нашли нейроны Холли Берри. Это тоже актриса, она играла женщину-кошку. Эти нейроны активировались в том случае, когда были фотографии Холли Берри, в том случае, когда были фотографии Холли Берри в костюме женщины-кошки, и даже в том случае, когда была написана надпись буквами Холли Берри. При этом не активировались при виде других женщин, других кошек, и других женщин в костюмах женщин-кошек. То есть, в общем и целом, память где-то есть. Для любого воспоминания есть какие-то конкретные клетки, в которых оно хранится. Но эти конкретные клетки, во-первых, скорее всего, они могут менять свои функции. Скорее всего, если бы вы через неделю посмотрели, эта клетка могла бы уже не активироваться в ответ на Холлиберри, могла бы уже активироваться в ответ на что-то другое. Во-вторых, эти клетки невероятно сложно найти. Их гораздо проще найти, если вы специально делаете генномодифицированное животное. у которого есть специальные нейроны, которые можно выборочно активировать светом. Это то, о чем вам рассказал Александр Панчин. Это была история, которая на самом деле есть в моей лекции про память. Но, к счастью, не в той версии, которую я докладываю сейчас. Вообще, нам нужно согласовывать свои действия в таких случаях. Саша Панчин вам уже рассказал эту прекрасную историю про то, что если вы сделаете генномодифицированное животное, у которого можно выборочно включать нейроны с помощью оптогенетики, то вы можете выборочно на эти нейроны перезаписывать воспоминания. Но такое делают только на крысах. На людях это делать не очень рационально, потому что гораздо дешевле открыть университет. Но вообще нужно понимать, что, скорее всего, воспоминания меняются со временем. И психологические эксперименты тоже указывают нам на то, что каждый раз, когда мы обращаемся к воспоминанию, мы его немножко перезаписываем. Каждый раз, когда мы обращаемся к воспоминанию, те нейронные контуры, которые за него отвечают, по-видимому, немножко перестраиваются в соответствии с новой полученной информацией. Самые знаменитые эксперименты в этой области делает Элизабет Лофтус. Она начала свою исследовательскую деятельность с того, что она заинтересовалась проблемами судебной психологии. В судебной психологии есть проблема, что никто не врет так, как очевидцы. Что людям искренне кажется, что они что-то помнят, но при этом совершенно не факт, что они помнят то, что на самом деле. И изначально Элизабет Лофтус исследовала, в какой степени формулировка вопроса, который вы задаете испытуемым, влияет на то, что они скажут в ответ. Она показывала людям видеоролик, в котором две машины переживали небольшую автомобильную аварию, немножко соприкасались своими крыльями, с небольшим стуком, но без всяких жертв, без всякого всего. И людям давали после этого анкету, в которой они должны были оценить, с какой скоростью ехали машины. Все люди смотрели один и тот же ролик. При этом половине людей доставалось анкеты с вопросом, с какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись. Другим доставалось анкеты с вопросом, с какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг с другом. Выяснилось, что если вы спрашиваете о том, как машины соприкоснулись, то люди говорят в среднем, что машины едут со скоростью 30 миль в час. Если вы спрашиваете о машинах, которые врезались, то люди считают, что машины ехали со скоростью 40 миль в час. Понятно, что здесь это может быть связано просто с тем, что люди сами не уверены, и они используют формулировку вопроса как подсказку. Что раз соприкоснулись, значит, наверное, медленно ехали, раз столкнулись, значит, наверное, быстро ехали. Но через две недели испытуемых приглашали в лабораторию еще раз и задавали им вопрос, помнят ли они, как в машине разбилось стекло. Выяснилось, что те люди, которые отвечали на анкету про то, как машины врезались друг с друга, в два раза помнят, что было действительно разбитое стекло, на самом деле никакого разбитого стекла не было. Вторая известная история, которую делала Элизабет Лофтус, это история про торговый центр. Здесь были испытуемые, и кроме того, были старшие родственники испытуемых, которые помогли составить индивидуальные опросники. Каждому человеку давали брюшюру с описанием четырех случаев, которые произошли в детстве с этим человеком. Три из этих случаев были настоящими, были воспроизведены за слов родственников, про то, как ребенок в детстве катался с горки, лохматая собака подбежала, облизала ему лицо, он долго плакал, испугался. В общем, какие-то события из жизни детей, которые с ними на самом деле произошли, наверное, на самом деле, мы надеемся, в возрасте от четырех до шести лет. И четвертое событие было одинаковое для всех испытуемых. Вы пошли в детстве с мамой в торговый центр, мама дала вам денег, чтобы вы купили себе мороженое, вы пошли за мороженым, но потерялись, испугались, заплакали, к вам подошла женщина, помогла вам найти вашу маму. Такого события не было. По крайней мере, родственники уверяли, что такого события ни с одним из участвующих детей не было, и помогли при этом добавить правдоподобных деталей, типа того, в какой торговый центр люди ходили в этом возрасте. При первом опросе 25% испытуемых вспомнили, как они ходили в торговый центр, как они в нем потерялись. При этом, впрочем, когда их просили оценить четкость этого воспоминания по десятибалльной шкале, они оценивали бы только на 2,6 балла. Когда через две недели их перекрашивали еще раз, во-первых, воспоминание обокатилось новыми подробностями. Люди говорили, да, вот я пошел за мороженым, оно было черничное, а женщина, которая меня нашла, была толстая, а мой брат сказал, что она милая. А во-вторых, они уже на 3,8 балла в десятибалльной шкале оценивали четкость этого воспоминания. И, наверное, если бы об этом воспоминании с ними поговорили еще и еще, то оно стало бы совершенно нормальной частью картины мира. А вот когда я потерялся в торговом центре, несмотря на то, что на самом деле они в торговом центре ни разу в жизни не терялись. Кролик Банни. На этот раз Элизабет Лофтус изучала автобиографическую рекламу. Автобиографическая реклама, когда вам в рекламной брошюре пишут, «Вспомните, как вы в детстве ходили в Диснейленд, и как в этом Диснейленде вам пожимал руку Микки Маус, и как вы были счастливы». Человек вспоминает, как он был счастлив, и ведет своего ребенка тоже в Диснейленд. Элизабет Лофтус предположила, что он может это вспомнить даже в том случае, если Микки Маус никогда не пожимал ему руку. И она давала испытуемым рекламные брошюры, в которых было сказано «Вспомните, как вы ходили в Диснейленд, и вам там пожимал руку кролик Балкспания». Все понимают, в чем подвох. Подвох в том, что Бакс Банни – это не диснеевский персонаж, и никогда в жизни в Диснейленде кролика Банни не было. У другой группы была русалочка Риэль, но с русалочкой Риэль на самом деле тоже был подвох. Он заключался в том, что это были довольно взрослые испытуемые. У них у всех детство было до 80-х годов, а русалочка Риэль вышла только в 88-м, и в тот момент она тоже не могла пожимать руку русалочка Риэль, но это как-то более правдоподобно. Я, кстати, когда готовила эту лекцию, выяснилось, что оказывается есть вторая серия мультика про русалочку Риэль, где у русалочки Риэль рождается дочь, и у дочери уже всякие приключения. Вы знали? Вот хоть какая-то польза от лекции. И выяснилось, что когда через неделю их просили поделиться, ну, им сначала это маскировали под маркетинговые исследования, просто оценить рекламу, как она вам нравится, как она составлена, а потом через неделю их расспрашивали об их детстве. И в той группе, в которой я читала рекламу про кролика Бакса Банни, 16% сообщили, что они помнят, как в Диснейленде им пожимал руку кролик Бакса Банни. Справедливости ради, в той группе, которая была про Риэль, которую я читала в Ришуру про Риэль, 7% тоже сообщили, что они помнят, как он пожимал руку кролик Бакса Банни. То есть, может быть, кролик Бакс Банни в наших сердцах, независимо от того, ходили ли мы в детстве в Диснейленд. Еще одна известная история про старшу. Здесь вы заполняете длинную скучную анкету про то, какие продукты вы любили и не любили в детстве. Дальше эту анкету якобы загоняют в суперкомпьютер, который формирует ваши пищевые предпочтения. Кроме того, вы заполняете анкету о ваших современных пищевых представлениях, предпочтениях о том, что вы любите и что не любите. Из выборки исключили тех, кто с самого начала заявил, что в детстве они любили спаржу. Таких людей было не очень много. Большая часть людей сказала, что они не любили в детстве спаржу. Через неделю они пришли в лабораторию, им выдали результаты индивидуального описания пищевых предпочтений, которые составил суперумный компьютер на основании их ответов. Вы любили жареное, вы любили пиццу, вы радовались, когда кто-то приносил в школу сладости. Из нормальной еды вы больше всего любили вареную спаржу и радовались всегда, когда мама готовит ее на обед. Нашлась еще половина людей, которые сказали, да нет, ерунда, я же писала вам в анкете, что я не любил спаржу, я точно уверен, что я не любил спаржу. Но тем не менее, вот осталось примерно четверть испытуемых, которые сначала в анкете сказали, что они не любили спаржу, а потом суперкомпьютер им сообщил, что они любили в детстве спаржу. Их ничего вроде бы не насторожило. Но самое интересное не это, а самое интересное, что им дали потом еще раз опросник их современных вкусовых предпочтений, и они там оценили спаржу значительно выше, чем в первый раз, вследствие того, что у них появилось о себе представление, как о человеке, который любит спаржу, который всегда любил спаржу, Астазия всегда воевала с океаней, и мы все любили спаржу всегда. У Елизабет Лофтус есть выступление на конференции TED, в котором она поднимает этические вопросы, связанные с этим исследованием, с тем, что с одной стороны это наглое вранье и манипуляция. Мы изменяем человеку его представление о его собственной личности. Он думал, что он человек, который не любил спаржу, а мы формируем у него представление о себе, как о человеке, который любил спаржу. Но с другой стороны, говорит она, с одной стороны вранье, а с другой стороны ожирение и диабет. Поэтому, может быть, и неплохо, чтобы мы все верили. Вот я вам говорю, как лектор со сцены, вы всегда любили спаржу. Но есть и более важные прикладные вещи, которые позволяют серьезно улучшать жизнь людей, по крайней мере в лабораториях, хотя, в общем-то, уже и в клинике. У нас есть амигдала. Амигдала – это зона мозга, связанная с обработкой эмоций и с формированием памяти об эмоциях, в первую очередь неприятных эмоциях. Она связана со страхом, она связана с отращением, она связана со всем таким. И, как вы знаете, в мозге есть нейромедиаторы, то есть химические вещества, которые передают сигналы с одного нейрона на другой. Они в мозге бывают разные. Вот конкретно в амигдале большую роль играет норадреналин в качестве передатчика сигналов. И существует вещество под названием пропронолол, которое связывается с рецепторами к норадреналину, которое нарушает их работу, и которое таким образом затрудняет передачу нервных импульсов, то есть ту, которая происходит с помощью норадреналина. Это на самом деле выяснили потом. Сначала пропронолол исследовали как сердечно-свудистые лекарства, и благодаря этому мы его успели одобрить до того, как выяснилось, что оно влияет на мозг. Успели его разрешить, успели его посчитать более или менее безопасным, поэтому сейчас его можно использовать в лабораториях. Если бы с самого начала говорили, что это вещество, которое влияет на ваши воспоминания, то его бы вряд ли как решили и начали продавать в аптеках. Что вы делаете? У вас есть люди, которые боятся паучков. Вы этим людям даете такое замечательное задание, которое называется behavioral approach test, тест на поведенческое приближение. У вас есть паучок, и человек должен выполнить с паучком ряд последовательных заданий. Сначала он должен смотреть на паучка, который сидит в закрытой банке. Потом он должен положить руку на эту банку. Потом он должен открыть эту банку. Потом он должен в ней поводить паучка карандашиком. Потом он должен паука из банки пересадить в тазик широкий. Потом он в этом тазике должен поводить его пальцем. Потом взять его в ладони. И это на самом деле распространенная методика просто для того, чтобы оценивать уровень фобии количественно. Просто для того, чтобы смотреть, на какой стадии человек откажется, на какой стадии человек скажет, нет, я больше не могу. Люди таким образом некоторое время проводят вместе с паучком, и у вас есть три экспериментальных группы. Одна группа — это люди, которые общались с паучком в форме вот этого стандартного теста, и при этом вы дали им таблетку плацебо, в которой не было никаких действующих веществ. Другая группа — это люди, которые общались с паучком, и при этом вы дали им таблетку пропринолола, который нарушает передачу нервных импульсов с помощью норадреналина. И третья группа, которая общалась с паучком, при этом вы не дали... Нет, извините, которым вы дали таблетку пропринолола, но которые при этом не общались с паучком в этот момент. После этого вы всех этих людей заново приводите в лабораторию, и заново даете им поведенческий тест. И вы смотрите, как далеко они пошли, а потом еще раз приводите их в лабораторию, еще раз приводите их в лабораторию. Выясняется, что если вы работали с паутурами, которые в среднем доходят до четвертой стадии поведенческого теста, то есть они соглашаются подержать в руках открытую банку, но уже не очень соглашаются вводить паучка с помощью карандашика, то они остаются у вас там же, где и были, в том случае, если они общались с паучком, но при этом не ели пропринолол, и они остаются там же, где и были, в том случае, если они ели пропринолол, но при этом одновременно не общались с паучком. А вот та группа, которая одновременно общалась с паучком и получила таблетку пропринолола, она внезапно соглашается трогать паучка пальцем или брать паучка в ладони. И на следующем тесте, и на следующем тесте, и на следующем тесте. То есть, по-видимому, это тот самый процесс перезаписи воспоминаний. Каждый раз, когда вы общаетесь с паучком, вы вспоминаете, что вы его боитесь, у вас заново записывается воспоминание о том, что вы боитесь паучка, но если при этом вам дать вещество, которое нарушает запись воспоминаний, которое нарушает нормальное проведение нервных импульсов, то у вас куда-то девается память о том, что вы боитесь паучка. И вы дальше, как любой человек, у которого нет фобии, спокойно соглашаетесь трогать его пальцем. Мы спрашивали, мы списывались с этими учеными и спрашивали, как им разрешил оптический комитет, потому что паучок же может укусить. У них маленький паук-птицеед, у него, в принципе, укус может быть как укус пчелы. Они сказали, не знаю, мы как-то не спросили у оптического комитета, что делать с укусом, они тоже на внимание не обратили. Но, в общем, видимо, он никого не укусил, видимо, все было хорошо. И при этом, что важно, память исказилась частично. То есть испытуемые головой помнили, корой где-то, где-то корой, они помнили, что у них была фобия перед паучками, это воспоминание никуда не делось. Они помнили, что паучки очень страшные, но при этом у них куда-то делась именно эмоциональная память о том, что паучки страшные. Они пытались это рационализировать какими-то удивительными способами, типа, ну вот всех пауков вообще-то я боюсь, но вот этот ваш конкретный паук не страшный. Вот, вообще, на самом деле, работа с людьми, которые боятся пауков, она очень забавная. У меня просто диплом про это, ну не совсем про прохнолог, про другие методики ослабления фобии перед пауками. У нас есть проблемы с набиранием испытуемых, потому что у нас, например, недавно летом была девушка, которая сначала в первичном опроснике по семибалльной шкале отметила, что она на 7 баллов боится пауков. Мы обрадовались, пригласили ее в лабораторию, а в лаборатории дали ей более подробный опросник с 18 вопросами про разные ситуации. Если я бы сейчас забежал, если бы в комнате оказался паук, я бы попросил кого-нибудь другого вместо меня убить паука и так далее, 18 таких более детальных вопросов, и на них все она ответила, 1 по семибалльной шкале, 0 по семибалльной шкале. То есть, судя по подробному опросу, она вообще не боится пауков, не больше, чем любой другой человек. Мы спрашиваем, а почему 7 баллов было? Она говорит, ну я боюсь конкретно, что паук залезет мне в ухо, а у вас такого вопроса не было. Ну ладно. Что нам делать со всем этим? Помимо того, что... Вот мой коллега Влад Морапьев, с которым мы вместе делаем это исследование, он покупает ратронолол себе в аптеке, и избавляется от страхов самолично путем самолечения. Я так не делаю, у меня все проще. Во-первых, да, действительно повторение мать-учения, это правда. Это исследовал еще в XIX веке психолог Эбенгаус, который сделал такую знаменитую кривую забывания, в которой просто люди у него экспериментально заучивали разные последовательности слов, разные последовательности цифр, и потом он анализировал, с какой скоростью они забывают, показал, что сначала вы забываете очень-очень-очень быстро, потом, если вы повторили через час, вы начинаете забывать медленнее, потом, если вы повторили через три часа, то вы начинаете забывать еще медленнее, если вы повторили еще раз через шесть часов, вы начинаете забывать еще медленнее, если вы еще раз повторили через сутки, вы практически перестаете забывать, что скорость забывания, она максимальная в начале, и можно ее замедлять таким образом. Это просто эмпирический факт, который широко используется в множестве обучающих программ. Если вы, например, английские слова учите на сайте LinguaLeo, он, в принципе, использует тот же самый метод интервальных тренировок, что сначала нужно повторить через маленькое время после того, как выучили, потом через время побольше, через время побольше. Это позволяет достичь того, что забывания будет очень мало. Но Эпид Гаусс еще не знал почему, а мы с вами уже знаем почему. Потому что улиточка. Потому что улиточка, потому что, вот вы помните, каждый раз, когда к ней поступает сигнал от заднего конца тела, она выделяет еще какую-то порцию серотонина, еще какую-то порцию нейромедиатора. Каждая порция нейромедиатора приводит к некоторому повышению уровня количества протеинкиназа А в нейронах. В какой-то момент оно достигает критического порога, и этот критический порог приводит к тому, что запускается рост новых синапсов. Каждый раз, когда вы повторяете, у вас немножко повышается шанс на то, что будет формироваться долговременная память. Каждый раз, когда вы не повторяете, у вас мало шансов на то, что будет формироваться долговременная память. Абсолютное большинство всего того, что мы в течение дня видим, мы забываем. Кто может перечислить хотя бы пять эпизодов из лекции Александра Панчина? Кроме Александра Панчина? Ну? А, ну, биолог нечестно. Вот смотрите, биолог это нечестно, потому что биолог, он про все это уже что-то знает. Он про все это уже что-то слышал. Даже если он не знает эти конкретные исследования, все равно они немедленно вовлекаются в ассоциативную связь с огромным количеством других исследований на подобную тему. Ну, вот я, может быть, и биолог, но я не повторяю пять эпизодов, а все потому, что я сегодня мало спала. Потому что вообще по современным представлениям самая-самая важная функция сна – это консолидация воспоминаний, это перевод воспоминаний с кратковременной памяти в долговременную, это работа с информацией. Чтобы формировать долговременную память, вам нужно растить новые синапсы. Это процесс небыстрый, это процесс, который занимает несколько часов. Вам нужно синтезировать белки, и вам нужно, чтобы синапсы росли куда надо. Это все удобнее всего и надежнее всего делать во сне. Во сне долговременная память утрамбовывается гораздо лучше, чем если это происходит днем. Это показывает большое количество поведенческих тестов на людях. Если вы возьмете людей, дадите им выучить какую-то информацию утром, потом они у вас будут весь день колобродить, потом они лягут спать, выспаться, потом через сутки утром вы их еще раз протестируете. И если вы возьмете другую группу людей, которые выучат вечером, ляжут спать, после этого весь день будет колобродить, после этого через сутки вы их протестируете, то во второй группе результаты воспроизведения будут гораздо лучше. Есть ли среди вас такие люди, которые когда-то готовились к сессии, у вас было несколько свободных дней, и вы думали, вот если бы я был хорошим организованным человеком, я бы с утра все выучил, а потом дальше весь вечер отдыхал и развлекался, а вместо этого весь день занимаетесь какой-то ерундой, тупите в фейсбучек, подметаете в пол, бабушка позвонила, надо с бабушкой поговорить, и только в 10 часов вечера наконец садитесь за учебник нормально, запоминаете что-то, ложитесь спать. Было такое. Вы все правильно делаете. Именно так и надо. Учиться надо перед сном, учиться утром неправильно, неразумно, и когда мы придем к власти, никто не будет учиться по утрам. Нет, на самом деле я вот учусь в магистратуре Cognitive Science and Technologies в вашей школе экономики, и поскольку эту магистратуру делали неэрибиологи, там никогда не бывает первой пары. Никогда. Вторая бывает, но очень редко. В основном начинается с третьей, с четвертой. Может быть, мы будем уходить поздно, может быть, мы будем очень поздно ложиться из-за домашек, но нейробиологи понимают, что бесполезно учить чему-то людей, которые не высыпаются, и бесполезно начинать занятия раньше 12 дня, если вы учитесь на дневном отделении. Еще нагляднее с крысами. Вот в университете МакГилы, например, в 2009 году были красивые эксперименты с крысами. Там им просто вживляли лексроды, вживляли лексроды в кору и в гиппокамп, и учили их ходить по разным сложным лабиринтам, а потом животные ложились спать, и вы могли в течение дня видеть, какие клетки в какой последовательности у них активируются, когда они запоминают лабиринт, а потом выясняется, что когда они ложатся спать, у них активируются те же самые клетки в той же самой последовательности. То есть во время сна животное заново проигрывает те же самые паттерны активации нейронов, которые днем были и нужны для того, чтобы ходить по лабиринту, и на следующий день, естественно, нас производит этот лабиринт лучше. И, по-видимому, это работает так, что происходит некоторый диалог между корой и гиппокампом. Гиппокамп перебирает накопленные задние впечатления, отправляет такие веретены активности в кору в качестве диалога. Говорит, слушай, вот мы сегодня были на лекции Саши Панчина, будем запоминать? Кара отвечает, ну это важно, это давай запомним. Он дальше спрашивает, слушай, а вот мы еще были на лекции Саши Казанцева, это будем запоминать? Кара говорит, да че с ним, не будем запоминать, потом она книжку напишет, книжки почитаем. И, соответственно, не запоминаете. То есть сон нужен именно для сортировки информации, для того, чтобы понять, что из нее важно, что из нее не важно, но при прочих равных лучше запомнить за то, что вы повторили непосредственно перед сон. Ну и существует довольно много разных чисто эмпирических закономерностей о том, как работает память, которые просто многие поколения экспериментальных психологов выводили опытным путем, не всегда понимая, какие нейробиологические механизмы под этим лежат. В русскоязычной психологической литературе это принято называть красивым словом «закон того-то», «закон действия». Можно называть незаконными, можно называть помягче, можно называть эффектами, например. Например, ну вот, скажем, «закон действия» — это вы лучше запоминаете то, что вы сделали руками, то, что вы попробовали на практике. «Закон повторения», что вы лучше запоминаете то, что повторили, спасибо, КЭП. «Закон края» — о том, что вы лучше запоминаете то, что было в самом начале и то, что было в самом конце. «Закон переможения», что сложно запомнить два блока информации в том случае, если они похожи друг на друга и друг друга перекрывают. кто готов описать отличие слайда про улиточку от слайда про NMDA. Они оба похожи, и они друг друга заблокировали и подавили. Закон длины ряда — это про объем рабочей памяти, про то, что объем рабочей памяти хорошо, если 7 единиц, и поэтому не следует пытаться запоминать какие-то списки новых элементов информации длиной больше, чем 7, а лучше длиной не больше, чем 4, потому что наша рабочая память не так велика, по-видимому, как принято было надеяться. Закон осмысления — понятное дело о том, что если мы что-то поняли, то мы это лучше запоминаем. Закон интереса — о том, что если нам что-то интересно, то мы это лучше запоминаем. Закон остановки — что если мы сосредоточились в том, что нужно запомнить, то мы это лучше запоминаем. Закон незавершенности — о том, что если что-то... Ну и закон контекста — о том, что можно полагаться на долговременную память. И если вы подумаете об этом списке законов, то по большому счету они все работают на принципе обращения внимания. Все это показывает нам, что если вы на что-то обратили внимание, то вы это запомните, скорее всего. И все это просто разные методы того, как обратить на что-то внимание. А если вы на что-то не обратили внимание, то вероятнее всего вы это не запомните. То есть, в принципе, мы начинаем крутить в голове только то, на что мы обратили внимание, и только часть из этого, который мы посчитали достаточно важный, то есть на который мы достаточно длительное время удерживали внимание. В силу того, что она эмоционально значима, или в силу того, что мы сознательно сосредоточивались и удерживали внимание, в этой связи что-то будет запомнено, а все то, на что мы не обратили достаточно внимания, запомнено не будет никогда. Но здесь важно понимать, что в свою очередь от нас самих, что эта схема работает в разные стороны, что эта схема – это замкнутый цикл. С одной стороны, мы обратили на что-то внимание, это попало в кратковременную память, и с кратковременной памяти попало в долговременную. С другой стороны, от долговременной памяти зависит, на что мы обращаем внимание, а на что мы не обращаем внимания. Мы по-разному склонны видеть мир, мы склонны обращать внимание на разные вещи. В конце Сашиной лекции, перед перерывом, наши прекрасные организаторы вас предупреждали, что если у кого-то есть бумажка и ручка, то они вам пригодятся. Если у кого-то есть бумажка и ручка, то попробуйте, пожалуйста, нарисовать велосипед. Если у вас нет бумажки или ручки, или сенсорного экрана, то вы можете пробовать представить себе велосипед и представить его вдумчиво. Я дам вам на это минуту. Вы ведь представляете, как выглядит велосипед? Вы ведь его узнали бы, если бы вы его увидели. Чтобы вам не было обидно, я тоже попытаюсь нарисовать велосипед. Ну и вот смотрите, я вас не спрашиваю, что у вас получилось, потому что я примерно представляю, что у вас получилось. Этот эксперимент за меня уже сделал Джан Макаджимин, это такой итальянский дизайнер. Он в течение нескольких лет подходил к разным людям, просил их всех нарисовать велосипед. И потом воссоздавал то, что у них должно было получиться. И основная проблема с этими велосипедами в том, что подавляющее большинство из них совершенно не способны ехать. Что в них опущены какие-то критические детали, что человек обычно не способен из головы нарисовать, как именно цепь соединяется с шестеренками, как она соединяется с педалями. У кого получилось нарисовать хороший едущий велосипед? Смотрите, с высокой долей вероятности те из вас, у кого получилось, плотно имели с ним дело, как с физическим объектом. Вы его когда-нибудь разбирали, например, или собирали. Что-нибудь такое с ним делали, такое, что вносит велосипед в сферу вашей профессиональной компетенции. Все остальные люди когда-то пробовали на велосипеде кататься, но для того, чтобы кататься, совершенно не обязательно понимать, правильно он собран или нет. Потому что если он собран неправильно, но он просто не поедет, вы это просто запомните. Вы это просто не заметите. То есть существует очень большая разница между тем, что мы понимаем, что мы не понимаем, тем, на какой глубине мы можем воспринимать объект. У меня есть про это любимая история, которую многие из вас уже знают, потому что с нее начинается моя розовая книжка, которую некоторые из вас уже читали. Тем не менее, эта история очень важна, и я хотела бы ее пересказать здесь еще раз. Однажды я работала шеф-редактором глянцевого журнала. Журнала здоровья. Мне было 27 лет, мне предложили зарплату 120 тысяч, я не устояла. И целый год там мучилась, потом все-таки решила, что ну его к черту. Как я была шеф-редактором глянцевого журнала, нам постоянно присылали разную рекламу. И однажды, например, одна прекрасная косметическая компания прислала нам вот такую рекламу, в которой было вот такое описание. Молекула филоксана, ее кремниевое ядро и две минеральные части, связанные углеродной цепью. И нарисована рядышком вот такая молекула. Я была в восторге. Я написала, скажите, а можно я буду использовать вашу замечательную брюшуру в своих книжках и лекциях? Они ответили, конечно, можно, только обязательно говорите, что это компания L'Oréal. Я говорю, хорошо, но как честный человек должна вас предупредить, что я буду ее использовать как пример того, что люди способны месяцами не замечать очевидных ошибок в том случае, если они не настроены на их поиск. То есть произошло, как я понимаю, следующее. Какие-то дизайнеры во французском, причем в офисе компании, я видела французский оригинал, даже не в российском, когда делали эту брюшуру, они сначала в черновой вариант вставили из гугла картинку первой попавшейся молекулы. Потом забыли поменять на правильную. Утвердили, напечатали, по крайней мере полгода рассылали всем журналистам, и никого, ничего не насторожило. Понимаете, вообще-то говоря, это аминокислота. Если вы присмотритесь, вы увидите, что вот здесь NH2, вот здесь COH, это какая-то аминокислота. Ну да, аминокислоты чаще рисуют так, чтобы радикал был посерединке, а функциональные группы основные торчали в разные стороны. Но все равно это аминокислота. Мало кто помнит, какая. А кто-нибудь помнит, какая? Я-то помню, потому что она у меня в лекции есть. Сирин. Ну, в общем и целом, да, то есть это совершенно обычная аминокислота, которая есть в любой молекуле белка в нашем организме, и не только в нашем. Но важно здесь не это. Вы можете не помнить, что это аминокислота, тем более, что это сирин. Но вообще-то говоря, мне кажется, что довольно многие люди могут помнить, что атом кремния обозначается какими-то буквами, и что эти буквы – это не буква О, это не буква H, это не буква С, и это не буква Н. То есть мне кажется, что этого знания достаточно должно быть для того, чтобы почувствовать подвох. В описании молекулы написано, что у нее есть кремниевое ядро. И что сложно поверить, что это знание отсутствовало абсолютно у всех сотен людей, которые читали эту брюшюру. Поэтому просто люди обращают внимание на разные вещи. Люди разным вещам склонны верить или не верить на слово. Когда я вижу молекулы с кремниевым ядром, в которой нет атома кремния, я заканчивала биофак, я оставала много разных химий на выпускных экзаменах, на поступительных экзаменах, на первом, втором, третьем курсе. Я не могу не увидеть, что здесь нет атома кремния. Если человек не оставал миллион разных химий, он может не обратить внимание на то, что здесь нет атома кремния, хотя казалось бы, ну что может быть очевиднее. То есть основной пафос того, что я пытаюсь до вас донести, в том, что мы разные именно благодаря нашей памяти. Именно наша долговременная память делает нас теми, кто мы есть. Именно наша долговременная память обеспечивает тот факт, что мир для нас для всех разный. И когда кто-то дурак и не замечает каких-то очевидных вещей, может быть, для него они не настолько очевидны, может быть, для него они не настолько всплывают, потому что у него просто другая архитектура нейронных связей. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ